К труду и обороне готовы. Школьники 11 классов Симферопольского района собрались в поселке Гвардейское, чтобы посоревноваться в силе, ловкости и не только. Стараться есть ради чего, кто заработает золотой значок, получит льготы при поступлении в ВУЗы. За сдачей государственных нормативов наблюдал Дмитрий Попов. С.О. Ташев пришел на сдачу ГТО с уверенностью, что во всех дисциплинах у него получится показать наивысший результат. Цель – золотой значок. Для этого он чуть ли не ежедневно в течение последних трех месяцев занимался в зале и на стадионе. В основном пробежки, подтягивания, разминка, особенно растяжка – это самое главное. Затем, чтобы во время сдачи нормативов не было казусов, тщательно проследили. Все участники прошли серьезный отбор. На мероприятии присутствует порядка 150 деток со всех школ нашего района. Дети приехали совместно с учителями физкультуры и отбирались исключительно по состоянию здоровья. Даже девушки пришли узнать, готовы ли они к труду и обороне. Среди них Арина Ушакова. Девочка не очень уверена в своих силах и на спортивный фестиваль пришла лишь интересы ради. Я думаю, самое тяжелое будет – это бег. Потому что бежать, правда, очень много. Из нашего класса я вряд ли. Думаю, что кто-то пробежит столько много. Организаторы уверяют – у страха глаза велики. Нормативы здесь лишь чуть сложнее общеобразовательных. 5 километров кросс по пересеченной местности без учета времени. Наклон, гибкость будет проверяться. У мальчиков 13 сантиметров, у девочек 25 сантиметров. И необходимо будет сдать бег по гладкой местности 2 и 3 километра. Были и дисциплины на выбор. Для того, чтобы получить золотой значок ГТО, юношам необходимо выполнить рывок гири весом 16 килограммов 35 раз. Или потянуться на турнике 13 раз. Затем, чтобы все дисциплины соблюдались, пристально следят. К примеру, те, кто решил сократить дистанцию во время бега, отстраняют от задачи ГТО. Следят за техникой выполнения и других упражнений. Школьники в особенности заинтересованы в том, чтобы сдать нормы ГТО. Ведь у тех, кто успешно пройдет все испытания, будет больше шансов поступить в университет. В этом году особенно, потому что государство предоставило преимущество, льготы до 10 баллов при поступлении детей в высшие учебные заведения. Кто имеет серебряный и золотой значок ГТО. Золотой значок отличия смогут получить только те, кто защитит свои высокие результаты уже на республиканском уровне. Дмитрий Попов, Александр Смычек. Время новостей. Симферопольский район.